доброе утро девочки мои наконец-то наступил долгожданный день последний день праздников я не знаю я одна такая или может быть еще кто-то не любит когда такие вот длительные праздники честно говоря они утомляют все планы меняются все планы рушатся я уже рада что завтрашнего дня наступят опять такие вот дни будни не обращайте внимание это мило у меня тут разгулялась и наступят обычные дни рядовые дни и уже все пойдет по плану я люблю когда все по плану когда вот так вот все планы меняются рушатся вот это мне не нравится это меня выбивает из колеи и я хожу немножко не в настроении потому что мои планы меня сегодня уже приезжает дочка сегодня она должна милочку забрать в общем то с милочкой хорошо но без милочки лучше мы сегодня с милкой хорошо выспались правда прям на удивление я не знаю то ли потому что дни дождливые начались и такое пониженное давление оно влияет может быть не только на людей но может быть еще и на животных она вчера вечером спокойно себя вела и в общем-то мы рано уснули и в 6 часов утра проснулись всю ночь спали никто никого не беспокоил просто отлично провели ночь и выспались вот ну а сегодня я уже проснулась в таком знаете в хорошем расположении духа я все все эти дни праздничные была честно говоря в каком-то непонятном состоянии непонятном настроении ничего не хотелось сделать не готовить не кушать и вообще не снимать ничего не хотелось вот но сегодня я уже в ожидании каких-то перемен лучшую сторону и у меня настроение приподнялось сегодня же еще и уезжает моя соседка вот так получилось что я соседку ждала ждала потом она приехала в тот же день когда милочку мне привезли и вот сегодня она уже уезжает днем и сегодня же милочку должны забрать хотели мы конечно соседкой тут и пообщаться и перебрать какие-то вещи что-то бы она может быть забрала что-то я уже знала точно что нужно убирать выбрасывать или куда-то девать вот ну я надеюсь что может быть сейчас у меня еще есть несколько часов и я сейчас по быстренькому по быстренькому постараюсь это все перебрать и пока она не уехала уже определиться с этими вещами поэтому я сейчас быстро пью кофе скоро она может быть подтянется кофе попить и мы вот этот вопросик быстренько с ней решим а еще я все эти дни не убирала потому что я знала что уже мило как бы скоро домой отправиться и тогда уже я все уберу мне уже хочется конечно и пропылесосить и пыль везде по убирать и постельное поменять все поменять стирку затеять в общему стирку уборку общем вот это все я уже в предвкушении навести вот тот порядок который я хочу все упорядочить как я люблю и уже как говорится жить вот в уюте и спокойствии мне этого не хватает честно говоря я привыкла все-таки жить одна окошко все равно каким-то образом немножко стесняет вот поэтому я уже предвкушение вот это вот всего приподнятом настроении так но сейчас я допиваю уже кофе и пойду заниматься уборкой не уборкой а немножко перебрать вещи которые уже точно я хотела предложить соседке своей в общем то вот на этих полках у меня лежит постельное белье и полотенца но я смотрю у меня слишком много уже набралось постельного белья и в общем и полотенца излишки есть поэтому и все в хорошем состоянии поэтому я хочу перебрать это все как-то переполовинить и чтобы этого стало меньше у меня куда кошечка наша залезла выходи ну вот предварительная уборка уже место подосвободилась постельная справа полотенца слева покрывала будут слева еще и вот такой вот мешочек на отдачу вот такой мешочек на дачу там и постельные и наволочки полотенца в общем все ненужное все лишнее просто уже только что поговорила по телефону с дочкой она уже в ростов прибыла заедет домой потом ко мне а а милка наверно чувствует сидит уже в коридорчике на стульчике сидит в ожидании мамки да милка до интервью ты мамочку свою ждешь да сидит ждет вот так мы лежим смотрим телевизор завалилась на меня лежит милка уже съехала куда-то это мы лежим смотрим маме на видео смотрим как она там подарки показывают мило ты уже куда-то съехала свалилась соня мама она ждет так вот это что дитя маленькая лежит она спит голову на подушечку положила как можно и отдавать чужие руки конечно маме может прижились на маме все мы ждем мамочку мамочка там сейчас порядок наведет у себя дома и приедет заберет свою малашку малышку это соня полдня спит ну я правда тоже лежала телек смотрела потому что сегодня такая пасмурная погода что просто хочется лежать под одеялом и пасмурно и дождливо дождик там капает и холодно люди скукожили совсем но дочь моя уже едет к нам нужно направляется к нам милочка кто-то поднимается уже уже пишет поднимается ты чувствуешь приближение а хозяйки своей чувствуешь скажи я слышу шаги в коридоре милка кто там кто-то смотри милочка кто-то мило мило что-то растерялась иди ко мне девочка девочка иди маме неси мама соскучилась за ними мама а кто-то не выправился так испугала она спит у нас тут полдня уже давайте раздевайтесь проходите все дыня соскучился за милкой все он теперь с ней играет уже и кушать не хочет раз хотел все вкусно доча я вчера делала думаю сделаю весь лоток вот это вот филе думаю надо будешь тебя накормить ты чё мурчишь ты радостно что домой едешь милка не трогаю одевайся дэн одевайся все мило домой с вами едет мурчит такая сидит переноски все пообщались домой спасибо за вкусно покормила но давайте вещи с уборочкой займусь чуть-чуть всем гостей проводила прибралась поменяла постельное белье вот еще столик этот журнальный должны мне забрать и тогда будет вообще поставила телевизор на место все все в шоколандре теперь пойду теперь искупаюсь и буду кайфовать ну вот наконец-то я все сделала убралась прибралась и искупалась получила колоссальное удовольствие девочки и сейчас я прям честно говоря наслаждаюсь вот своей свободой для меня вот одиночество слова не существует для меня одиночество равно свобода я знаю что теперь я свободна теперь можно и на диване развалиться я знаю что могу спокойно ходить по комнате никто за пятки меня кусать не будет вот и вот если кто-то спросит хотела ли бы я завести кошку я хочу сказать нет не хотела бы ни кошку ни собачку никого я люблю уединение люблю свободу не зависит ни от кого и чтобы меня никто не отвлекал я себе на уме там свои думки делаю в общем думки думаю дела делаю свои в общем я люблю когда меня никто ничто не отвлекает вот ну а сейчас я залезу в постельку в чистую включу какой-нибудь сериальчик наконец-то и посмотрю какой-нибудь сериал просто вот выдохну расслаблюсь и все я целый день сегодня дочку ждала но она утром сказала что она поедет дома там приберется немножко приведет себя в порядок и приедет но в конце концов полдня прошло я даже сериал никакой не включала хотя ничего не делала в общем-то потому что ну думаю сейчас включу сериал потом надо будет его остановить и потом искать ну в общем короче говоря в общем девочки на сегодня я хочу еще не спокойно ночи конечно еще рано время только шесть часов вечера но для меня уже день закончился и мы встретимся с вами уже утром и что будет завтра мы уже будем решать завтра так что у нас тут на улице сегодня доброе утро девочки у нас дождик прошел сегодня еще один день будет дождливый но завтрашнего дня уже должно быть потепление и потом вообще жара еще ожидается вот я смотрю капельки на деревьях в общем стирка сегодня отменяется значит будем готовить а свежий воздух какой классный хочу передать хочу вам передать но не могу передать какой приятный свежий воздух но на улице 10 градусов сейчас вы надо проветриться девочки решила я сделать запеканку у меня есть две пачки творога так я в творог добавлю туда одно яйцо сахара четверть стакана можно чуть меньше но это зависимости от творога если кислый можно больше если не кислый можно меньше взяла немножечко изюма тоже изюма сколько хотите столько бейте четверть немножко меньше четверти стакана манной крупы и вот это нужно залить молочком чтобы она немножко постояла набухло но такое же количество и молочка минут 10 все это постоит потом можно будет добавить раз подождем пока настоится кассе это у нас настаивается можно добавить еще чуть-чуть соли немножко совсем ванилинчик у меня ванильный ванильный кристалл кристалл кристаллический пахло вкусно ложку сметаны если сметаны нету можно добавить кефир можно йогурт натуральный так вот это все пока можно чуть-чуть перемешать в общем молоко с манной рукой у нас уже на букву быстро довольно даже отправляем в общем а все добавили у нас остался только изюм но изюм добавим в последнюю очередь когда уже все перемешали до однородной массы нужно чтобы не было комочков комочков раздавить вот и последнюю очередь может туда всыпаем изюм все это перемешиваем еще раз дадим постоять еще минут десять тоже пока у нас разогреется духовочка формочку подготовим пусть поставить пока еще очень важно девочки чтобы творог не был сухим сильно густым если вот он даже течет как густая сметана то это нечего он должен быть таким как бы как бы немножко жидковатым если будет сухая смесь туда запеканка получится если чего-то чуть-чуть не хватает можно добавить сюда либо сметанку либо чуть-чуть молочка ну я считаю что это она как бы не сильно сухая нормальная смесь можно и так оставить выложила я девочки все это формочку но так как формочка у меня большая она вообще рассчитана на килограмм творога поэтому я пергаментная бумага обязательно нужно застелить есть пергаментной бумаги сделала просто немножечко поменьше такую ячеечку и сюда влила вот эту вот нашу смесь сейчас у меня разогревается духовка и духовка на 180 градусов выпекать но если килограмм выпекать 50 60 минут а если полкило но обычно я смотрю когда подрумянится немножечко вот тут вверх такой как подрумянилось стол уже принципе и готова потом нужно будет дать остыть обязательно потом только резать все запеканочка готова она у меня выпекалась полчаса 30 минут для такого количества достаточно она уже подрумянилось теперь она будет остывать но я тем временем покушаю позавтракаю как всегда овсяночкой запеканку буду кушать позже ну вот запеканочка наша готова уже остыла и я отрезала кусочек себе сметаночку и сейчас буду пробовать ну что девочки давайте отведаем запеканочку но я думаю что она вкусная она мне всегда вкусная получается и хочу попробовать вместе с вами уже эту запеканку со сметанкой изюмчиком давно не делая ее соскучилась уже он вкусно я прям не могу уже оторваться все думала кусочек все остальное отложу пока еще хочу кусочек чудно чудно ладно сейчас доем и вернусь к вам ну вот и все я запеканку съела вкусная очень вкусная вот а сейчас девочки я хочу немножечко с вами поболтать я почитала ваши комментарии кстати вот одна у меня есть подписчица которая пишет спасибо вам что вы показываете природу красоты цветочки и как расцветает весна она дома с поломанной ногой несколько месяцев уже и пишет что весна проходит мимо меня еще несколько месяцев и два месяца нужно там в гипсе пробыть но я желаю выздоровления скорейшего и но ничего страшного что в общем-то погода как говорится весна проходит мимо открывайте окошко дышите свежим воздухом если вы не лежачи а то я думаю что можно по крайней мере хотя бы в окно понаблюдать но еще у нас впереди лето так что лето вы еще застанете еще пишут несколько несколько подписчиков пишут что кошку отдали бы в гостиницу одна мне подписчица написала что мне вас так жалко не смешно честно говоря ну если бы я не хотела я бы кошку сюда не взяла меня никто не чем ничему не может принудить и заставить что-то делать я это что-то делаю это все по своей собственной воле и по своей инициативе дочка мне предложила пожить у нее с кошкой как в прошлый раз уже было такое вот но я тогда пожила и в общем-то в этот раз уже после ремонта когда мне тут столько обновлений тут еще кое-какие вещи поперебирать надо но мне захотелось остаться здесь и ради эксперимента я и предложила давай говорю кошка пускай побудет у меня посмотрим как она будет себя чувствовать я знала что в любой момент у меня переноска есть я могла бы ее переноску засунуть и перенести перевести туда на квартиру оставить там если бы но если бы прям уж было здесь край как плохо но первый там день-два мы с ней обе привыкали в общем-то друг другу и довольно быстро мы привыкли в общем нормально оставлять кошку я не знаю вот я не понимаю когда знаете вот домашний питомец у кого есть любимый любимый домашний питомец который уже прям как член семьи и отдавать в чужие руки в какую-то там гостиницу для животных но это чуть ли не в приют для животных я так считаю я бы например не стала да у меня нет привязанности к животным допустим да но милочка я просто вижу как ее дочка любит и она как член семьи и при том это кошка такая порода компанейская она все время ходит хвостиком за вами вы на кухне она тоже вы в туалет и она туда же вы ложитесь на постель и она ложится рядышком в ногах она любит компанию на вот такая вот да конечно животные любят по хулиганить и даже если вы приучаете на стол не залазить я знаю что за вашей спиной все равно животные на стол залазит когда вас рядом нет все равно залазит и кошки собаки в общем у них есть такая слабость но ничего страшного с этим тоже можно как-то в общем-то ужиться потому что да конечно там ругаем но что я поругала она слезла со стола и отвернулась она опять туда залезла вот но стол можно если что протереть перед тем как на нем что-то делать и что-то готовить это не беда это не страшно в любом случае мне например было бы милочку жалко отдавать в какой-то там приют или в эту какую-то гостиницу вот так что мы прекрасно с ней пожили эту недельку почти недельку шесть дней и она уже тут привыкла и обвыклась уже я привыкла к ней все нормально так что следующий раз когда дочке нужно будет куда-то уехать я кошку буду забирать себе ничего страшного а еще несколько подписчиков написали мне что им не нравится название моего канала а некоторые из этих подписчиков я смотрю уже подписаны год на меня то есть уже давно смотрит я не знаю почему это вдруг молчали-молчали и вдруг перестал нравиться название канала что это за чоли пишут назовите мама света мама света как-то банально я не знаю мне мне не хочется например мама света притом мама чоли это название я сама придумала это моя была инициатива потому что до этого дочка меня часто называла мама чоли но это знаете вот если кто не знает может быть кто-то не смотрел это был бразильский сериал и мама чоли чоли это имя женщина и вот эта женщина она была такая вот добрая на заботливая участливая такая ну в общем помогала там она всем ей там приходили все советоваться ну вот такая вот женщина была и может быть из-за этого как-то дочка меня стала мама чоли называть но это как она мне так называла когда уже создание канала у меня было я просто сама предложила почему бы не назвать мама чоли поэтому мне это название нравится он у меня устраивает у меня уже два года этот канал и даже больше двух лет и я никого не прошу чтобы меня называли мамочоли но если мне мама чоли называют то я совершенно не против этого мама чоли мама света мне как-то все равно вот так что если вам не нравится чоли можете меня называть Светланой, а можете обращаться Светланой, если кому-то будет от этого легче. Но канал как называется, так он и останется называться. Так что меня название это устраивает. Менять я его не буду. Ну и что еще? Последнее, что я хочу сказать. Помогать своим детям или не помогать, это выбор каждого человека добровольный. Я, если могу помочь, почему бы не помочь? Это мои дети. И для мамы дети останутся всегда детьми, несмотря на то, что они уже взрослые, сколько им лет бы не было, все равно для любой матери нормальной дети есть дети. И поэтому, если есть возможность детям в чем-то помочь, то я предпочитаю помочь, если мне это не сложно, если мне это не трудно. Вот так что все у меня нормально. Мне жалеть не надо. Мне кажется, что не вызываю жалости особо ни у кого. Я человек самодостаточный, человек уверенный в себе, человек, который знает точно, что я хочу и чего я не хочу. И меня никогда не заставить делать то, чего я не хочу. Так что у меня все в порядке. Я счастливый человек и довольна жизнью. Вот. И на этой хорошей ноте, девочки, я хочу с вами попрощаться. Я сегодня проснулась, вот проснулась, открыла глаза и знаю прекрасно, что я в комнате одна. Я от этого кайфую и мне хорошо. За мной хвостиком никто не бегает, ни об кого я не спотыкаюсь. Все прекрасно, замечательно. Единственное, что, конечно, сегодня дождливая погода, пасмурно. И из-за этого на улицу выходить не хочется. Я еще думала выйти сегодня, прогуляться. Но я подожду завтрашнего дня. Завтра уже обещается уже быть хорошая погода, теплая температура. Прям жарко скоро будет у нас. Вот. Так что сегодня 11 градусов, а завтра уже будет 25. Поэтому я уже дождусь завтрашнего дня и завтра куда-нибудь пойду и что-нибудь вам буду снимать. А сегодня я хочу видео уже закончить. На этом с вами попрощаться. Пишите комментарии, подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok